Привет, я Кейт Валентайн и я очень люблю игры и все что с ними связано. А еще я очень люблю путешествовать и сейчас мы находимся в Сингапуре, на пятом этаже торгового центра Digital Life. Это место настоящий рай для геймера, столько игрового стаффа я ни разу в жизни не видела. В общем приглашаю вас посмотреть, это конечно не музей, но тоже очень интересно. Начну я с магазина Epic Loot, тем более, что он первым попался мне на глаза. Как понятно из названия, в нем полно вещей, связанных с играми, футболки, толстовки, кепки. Но есть и мягкие игрушки, да и просто различные атрибутика, брелки, кружки, в общем самый настоящий лут. А еще там были настолки по видеоиграм, увы тяжелые и довольно дорогие. Вообще, цена это отдельная тема и довольно невеселая. Следующий магазин посвящен супергероям и комиксам про них. Правда там конечно не только они. Были и просто герои фильмов и сериалов, например фигурки из Игры Престолов. А также Лего. Еще на этом этаже были и обычные игровые магазины, но со всяким стафом. В основном это игрушки покемонов, их здесь очень любят. Еще я нашла очень много всякого мерчендайза по Монстр Хантер. Например, вот эти запечатанные коробочки, в которых рандомно попадается фигурка. Ну и гайды по играм. Снова много по покемонам, но зато все на английском, потому что в Сингапуре он считается официальным языком. На сладкое я оставила самый классный магазин, посвященный фигуркам, которые я когда-либо видела. Размеры и количество фигурок в магазине Латенда просто потрясают. Хотя, думаю, в каком-нибудь Лондоне или Токио этого добра еще больше. Просто посмотрите на все это разнообразие. Монстр Хантер В основном тут, конечно, фигурки героев аниме, но встречаются и персонажи игр. Снова много Монстр Хантера. Есть фигурки главных героев 10 финалки, Юны и Тидуса. Средняя стоимость фигурки от 90 до 150 сингапурских долларов, что в пересчете на рубли будет равняться 3-4 тысячам. Но хоть за просмотр денег не берут. Конечно, я не могла уйти из такого замечательного места и не взять себе что-нибудь в коллекцию. И сейчас я покажу, что же я купила в этих крутых магазинах. Ну, во-первых, я взяла себе котейку из Монстр Хантера. Вот он такой вот мягкий, плюшевый, наверное. Потом из Монстр Хантера я же взяла себе вот такой вот берелок. Он запечатанный, не прощупывается очень, что там будет интрига, пока я ничего не открываю. Вот. Из Монстр Хантера я взяла себе кружку в такой упаковке. Она уже была открыта, поэтому я позволила себе ее распаковать и показать. Потом взяла себе турельку из портала. Она уже закрытая. Тут, как я поняла, несколько видов. Я бы даже сказала, приличных видов, 13 видов. В общем, какая попадется. Вот. Ну, она запечатанная. И самое главное, я взяла себе фигурку Самус. Я о ней очень мечтала, искала ее. И вот, наконец, мечта сбылась. Вот такая офигенская фигурка. В общем, себе в коллекцию. Ну, и в качестве бонуса в книжном я взяла себе энциклопедию персонажей Капком. Книга запечатанная. Тоже сейчас не буду открывать. У них вообще в книжном все запечатанное. Даже посмотреть нельзя было. Ну, надеюсь, она будет интересная. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Пока. Пока.